Салям до стар, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггери Аут, а это реакция на пятую серию сериала Саке. Давайте заценим. Прошлой серии создатели нас опять оставили с интригой, опять к нему шли КНБшники, непонятно, мерещились, ну скорее всего мерещились они ему. И нас снова будет ждать очередная серия, как он боится и так далее. Но также интересно стало то, что там есть персонаж Зам, по-моему, он единственный, по-моему, правильный, нормальный персонаж, который топит прям за людей и все делает идеально. Вот, и у него там, ну какие-то терки, короче, наверное, сегодня будут, то есть в этой серии. Давайте не будем тянуть, начнем смотреть. Пас продакшн. Это че, чепутило или? Э, это же Абай, мы одна группа, КНБшников. А че он к нам идет? Кого-то ловит пришел. Он, наверное, меня ловит. Кого-то ловит. Кого-то ловит. Кого-то ловит. Эй, Абайски. Эй, Джури. Кого-то ловит? Как вы? Нет. Как вы? Как вы? Познакомься, мой одинклассник. Да, Саки, я не знаю. Знаю Саки. Да? Как вы? По-чего. Откуда? Как вы делаете? Мы делаем в Нур-Султане. Тамақтан-калит. Ну, если из Нурсултана, значит рыбка крупная, да? Ну, окей. Меньше знаешь. Хребче спишь. Хорошо? У меня как-то говорили, что вы думаете? Да. Хорошо. Давай, давай. Ничего не понял. Вот я точно так же, как вот он. Он, конечно, понимал всё. Хер его знать тоже. Я заебался. Ничего, ничего не нормально. Можешь в сторону? Не, не, шешешеш. Вижу. Ничего, ничего, нормально. Сейчас пройдёт, пройдёт, долго расскажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Как на работе? Нормально. Сегодня весь день подрядчиков гонял. Ничего себе. Почему? Нигели вообще. Да, как всегда на кого-то надеются. Думают, что дешёвый материал можно купить и проканают. Главное, мы всё качественно делали. Халтурят везде. А потом кто виноват? Акимат виноват. Ну, видимо, и кто-то поддерживает. Да, конечно, поддерживает. И знаешь что? Этот наш, Савят Саматович, коррупционер хрена. Да. Зато хорошо живут. Вместо картошки красная икра. Ага. Да он когда-нибудь так доедет. А я зато хорошо сплю. Дурак, в общем. Я не думаю, что они так плохо спят. Как Филип. Вас это мышь? Айслу? Нет, ну серьёзно. Диана, кстати, на Новоселье пригласила. Угу. Квартиру новую купили. О, классно. А я не то, что новое платье. Я даже им подарок не могу купить. При чём тут это? У неё муж в Акимате простым специалистом работает. А у меня, у меня целый зам Акима. И что с этого? Мы до сих пор у моих родителей на квартире живём. А ты не думаешь, что он для его движения идёт? Пусть делает, значит можно делать. У нас все технично что-то делают. Почему только ты работаешь во благо народа? Чё ты хочешь этим сказать? Я хочу нормально жить, понимаешь? Нормально. Я устала от зарплаты до зарплаты. От зарплаты до зарплаты. Устала, да? Устала? Тогда найди себе другого. Башлёва. С квартирой в центре города. И с машиной хорошей. Вот и найду. И запомни, я никогда не буду брать взятки. Я устала от этого говна. Вокруг все взяточники. Я тоже устала так жить. Я хочу, чтобы наши дети жили нормально, понимаешь? Так и не надо было за меня замуж выходить. И картошка была невкусная. Простите, больше ничего не могу дать. Мой честный муж даже мясо не может купить. и не думать о рынке. БЫТАВУХА. Ну такой человек. Чё там? Куда дальше будешь? Давай конкретно. Давай на Бутаков поехали. Что там Бутаков? Мы там рассвет встречали. Помните, после выпуска? О, да-да-да, точно. Когда мы были простыми. Не было тогда среди нас никаких районов Акимов? А, сын? Да, да-да-да, всё. Короче, у меня руки утром сразу, напрямую. Эй, не гони, давай нормально, трезво вызовем и поедем, Адам Шепель. Эй, я район Акимов. Впереди что там? Вольцваген, Мерседес. А говоришь, что простое? Не болеешь, шучу, господи. Песнями, пусть. Эй, давайте на жопу, предключение искать не будем. Трезвого вызовем, всё. Да, не дай бог завтра ещё в Тенгри Ньюс появимся. Эй, 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 завязывай. Давай я лучше пойду, лучше девчонок позову. Эй, девчонки, татишки, это раньше они были, девчонки. Что-то татишки они стали, ты чё, один из два уже не то? Половина разведёнка. А Юра нормальная ж? Да тебе всё, что движется нормально, ты со школы такой. Поехали. 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 Аппарат собственный. Эх, всё-таки наша природа кайф, да? Красота вообще. Конечно, конечно. Я и в Новой Зеландии был, и в Швейцарии был. А наша природа далеко им ещё. И мне вот интересно, у тебя какая зарплата, чтоб ты съесть? Швейцарию мог позволить. Две тысячи зависти надо давать. Хотелось новым, брат? Может, я ещё в Арифлейве подрабатываю. Помните, как мы в школе мечтали о такой жизни, а? Да, было время. Вот и всё, диктор. Закончил наша школьная жизнь. Чё, вообще, куда вы собираетесь? Амир, ты чё куда? Я? Ди, вы же знаете, мой отец врач. Вот поэтому я уху по трагедсу, в общем, Аким Артнамарк медик был, врач был. Берсу жмает, когда я медицинский табстрам. Да ладно. Хочешь? Если он уже не должен писать. Не учу, амир. Как еще? Мы с нами богатыми, заведем семью, детям, всё вот такое. Асам, ты, раздумаешься, всегда зок. Стивы нахуй, да? Охуй. Что, Абзаев, брат, ты чё куда? Я воен. Потом Каэмбану. Оооо, позорное. Что, тупи. А я, пацаны, хочу стать бизнесменом. Бизнесмен? да спасибо чё саят ты чё куда чё пацаны как думаете куда я поступлю ты же пизду не завязывай чё же все морозили сантехники сантехники аааа да сантехники нет я я здесь саят учите учите нет завязывай пацаны слушайте я хочу стать я поступлю на юриста потом может быть прокуратуру АПМОМ вообще я хочу стать таким АААААААААААААААААА аааааааа ааааааа базару не собрали ты наш не забудь нас не забудь мы твои друзья понимаешь вот ажиктер а кто последний тот мух давай молодец красавчик давай давай — Давай, вызвал! — Это кто? — Не КМБшник или что? — Не еруны говорим. — Блин, я в натуре! Челаю верить такими. Вот шутка, но это верить такими. Мне уже от той шуток, реально отрезвить начали. Всё, завязывали. Чё обо мне, я обо мне. Ты вот обзал, например, чем занимаешься? Чё там, в КМБ? Чё такое поступать собирался? — Да? Я же сейчас в КМБ по Алматинской области живу. — Да ты че? — Работаешь? — Да, работаю уже. — О, ни фигля себе. Хоть одна за эту неделю хорошая новость. — В смысле? — Ну, то, что мы здесь собрались, что, плохое новое, что ли? — Да. — Тоже прекрасно же. — Да-да-да. — Шише, а Микель? Чё-то там медицинские броденькие там, чё там? Вы до сих пор учитесь? — Столько лет на бревно валяются на одном месте. — Я сейчас в городской больнице. — Он тоже в Швейцарии был. — А рифлы? — Он самый. — Что-то, мужики, сидим, конечно, хорошо. Но время уже надо ещё на работу, боржоми пить, трезветь. — Да, да. — Энни Х, давай почаще вот так собираются, да? Созваниваются ребятами. — Ну, вообще-то, можно с семьями общаться. — Да, их начать завести надо, а потом общаться. — Ну, кому как. — Алла, давай, как в школе. — Кто последний, тот лох. — Давай, да. — Как на дешёвый, видите, разводы попадал, так и попадает. — Мне кажется, он просто пить сильно хочет. — Только давайте без этих малских движений, да, сейчас возьмём пакет, и всё соберём с собой. — Конечно. — Да, мы же немалые же. — Всё, давай, Алпой. — Давай. — Амиги. — Я не понял, я вчера как-то непонятно выразился, или что? Это что такое? — Это мы сделаем, сделаем. — Когда? Вы вчера должны были всё сделать. Это вам я ещё время дал. А вы ещё неделю назад должны были всё закончить. — Я сказал, что мы всё сделаем. — Вы уже всё сделали. Теперь дело за мной. Али, зафиксируйте нарушение. И прокуратуру пригласите, и прокуратуру пригласите, пресс-службы. Пусть прокуратура проверит их дела и оформит их, как недобросовестных подрядчиков. А пресс-службы снимут и покажут по всем каналам. Этого вы хотели? — Подождите, подождите. Как это недобросовестные подрядчики? — Зачем прокуратуры? Зачем пресс-службы? — Баурн, зачем это? — Вызмите себя. — Я уже всё решил. С вами по-другому нельзя. Вы ни с первого, ни со второго раза не понимаете. Я этот вопрос буду поднимать для вышестоящих руководителей. Понятно? — Жёсткий, жёсткий тип. — Шеф! — У нас большие проблемы! — Тьфу! — Не ори. Чё ты орёшь? — Пойдёмте в туалет? — Нет, я просто говорю, не ори и всё. Дверь закрой. В пещер водил что-то. — Ёптыдак! Тише можно? Тише! Холодильник что ли? — Извините, шеф. — Да этот Азам... — Азам... — Азам... — Ага. — На наших подрядчиков прокуратуру травил. — Как он заикал уж. Ладно, тяни его в ресторан. Сейчас я с ним буду лично разговаривать. — Всё, понял, шеф. — Не ори. Спокойно говори. — Понял, шеф. — Всё, давай, валя отсюда. — Ладно. — Ну, блин, какой же тупой, а. — Собрава вещи... — Айслу? — Айслу? — Хотя... — Айслу? — Хотя... — Зачем она ушла? — А не живу, родители живут. — Айслу? — Айслу? — Всё, БТ. — Прошла любовь. Завели помидоры. — Мой дорогой и честный муж. Я честно устала так жить. Поэтому я переезжаю к маме. За детей не волнуйся. Я их обеспечу. В отличие от тебя. — Не ломайся, чувак. — Да, слушаю. — Салам Азамат. Тебя совет Самат Ильич срочно вызывает. Приедешь в ресторан на укладке Мата? — Хорошо. Чё-то мне подсказывает. Мне кажется, что он тоже перейдёт на тёмную сторону. Но надеюсь, этого не произойдёт. Да вроде нормально заводилось. Да на такси поеду, а не хочу вас трёжить. Что там, где там твой Азамат? Не знаю, я позвонил ему, сказал срочно приехать. Сейчас с ним надо жёстко поговорить, совсем расчувствовался. Достал уже, времени столько забирает. Да, на место надо поставить его. Нет, не на место его, раком надо сейчас поставить. Вам же виднее, шеф. Хороший машин? Вроде да. Ну, Рахмет Астара. Хорошая машина. Толстая. Ни хрена себе. Род свою закрой. Пойдём, 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 пойдём. Не смотри, не смотри. А, чё? Походу это Азамат не только в Акимате работает, и в КМБ. В смысле? Назад технично, посмотри назад. Технично только. Видел? Понял? На таких машинах КМБшники ездят с прослушкой. Ой, да вы, чё, шеф? КМБшникова надо, чё? Ну, бусик. А у него паранойя, короче. Он на 99-ках ездит, понял? Понял. Короче, сейчас с ним будем общаться. Лишнее ничего не говорить. Тендер, мейдер, всё забыл. Понял? Да, МГМЕ и всё. Театр будем устраивать. Всё, всё. Подрядчик мой какой-то. Ты тупой? Нет. Я утвердительно говорю, ты тупой, понял? Я тебе говорю про любые движения, ни о чём не говори. Забудь временно. Всё, понял, шеф. Всё, пойдём. Нет, может, встречу перекинем. А ты чё, дурак, что ли, заподозрил? Думайте. Пойдём, всё, рот закрой, пойдём. Всё, всё. Пойдём, пойдём, пойдём. Всё, всё, всё. Жалко, что денег нет, портмоне в машине оставил. А так кормят мили. Ай, ничего страшного. Будешь должен. Ха-ха-ха. Будет как жмя. Сейчас. Вахмита. Это кто? Алло. Привет. Как дела? Ты чё, спишь что ли? Да, сдремнула немного. Ты как? Что делаешь? Служим, мста, делаю с тем, как у нас борются с несправедливостью. Ты ж мой правильный жан. Ха-ха. Ты давай, просыпайся. И готовься, через два час я приеду за тобой. Поехали, покушаем. А то я очень голоден. Ну давай. Люблю тебя, пока-пока. Но тебя я люблю еще больше. Нихера себе. Конечно. Живу отличия от твоего Кащея. Без таблеток. Капец он с огнем играет, конечно. Мне очень нравится твоя любовь, как мне надо. Ну почему же? Ты же знаешь моего канатика. Если он и нас узнает. Вот твоя Деналин так повысит. Не боишься? Ну что? Ты же не знаешь, с какими людьми общаюсь. Какие-то тандыра поднимаю. Поэтому мы с ними твой Кащея просто зебра. Без полос. Это канат! Он же сказал, что через два часа будет. Ой, блин, что ж ты думаешь? Какой канатах. Как же все люди дешевые разоты. Во-первых, это мой дом. Во-вторых, он не знает, где я живу. А в-третьих, это мы полчаса назад сказали, что прибыл. На пол он тебя не возьмешь? Тогда я возьмусь. Давай. Давай. Твой мой дом. Как же это было, блин. Кто? Комитет национальной безопасности. Блин, что так долго, а? Ты что, не один, что ли? Я сейчас в крышу. Только не говори, что ты тут в Сауле. Хорошо, не буду говорить там в Сауле. Ну, там в Сауле. Что там? Ее парень спрашивает, где это ищет тебя. Говорит, ты трубку не берешь. Ой, блин. А что же он ищет? Хочет узнать, как долго. Ты его тенку будешь чуполкать. А что это? Да я откуда знаю, что это ищет. Ты же знаешь, он особо много не разговаривает. Диаметр какой-то есть. Хорошо. Сейчас через весь мой готов. Ты что? Да, кстати, еще Сауле трубку не берет. Что-то шифруется. Ну, понятно, он боится всего. Но она сказали, месяц подверг, потекнулась. Блин, да какой месяц? У меня там дело горит. Сауле Аматович, вот как обычно? Неплохо, так ты живет, чувак. Да, хлеб и вода. Не понял. Хлеб и вода, что такое? Как дела, Замат? Нормально, как ваши? Нормально, здорово. Слушай, я для чего тебя сюда позвал? Ну, я кажется, догадываюсь по поводу подрядчиков. Да. Как ты догадался? Ну, как бы, не сложно догадаться. Я уже два дня этим подрядчикам мозги вправляю. Они мне два дня подряд говорят, что там уже все решили. Ну, как бы, все же понятно, кто у нас там все решает. Слушай, Азама, я тебе так скажу. Саид Саматович, вы, конечно, извините, что я вас перебиваю, но эти подрядчики уже оборзили. Я не буду ждать. Я буду действовать. Во-первых, они в сроки не укладываются. Во-вторых, сдают некачественные объекты. Как некачественные? Ну, вот так вот, некачественные. И знаете, что я решил? Я передаю дело прокуратуре, пусть они разбираются. А там уже будет понятно, кто у нас там все решает. Слушай, Азамат, ты подожди. Ты чего меня здесь как истеришь, как девочка, ё-моё, обижаясь? Шашкой не надо махать. Почему тут прокуратура? Это наши внутренние проблемы, акиматорские. Не надо в ней никого здесь сувать, пихать здесь. Мы сами разберемся. Как сами? Вот так ты и я. Мы этих коррупционеров будем давить. Мы их раком сейчас всех поставим. Сейчас пойдем и будем разбираться. Ни хрена себе. Вы разве с ними нет? Слушай, ё-моё. Ты чего? Ну реально смешно. Ты чего говоришь? Это слухи. Всего же слухи. Если завтра кто-то скажет, а я сама у тебя гея что-то, поверь, что я гей что-то. Ну вот бред же собачий. Мы этих коррупционеров вдвоем за яйца лозой будем добить. Я сам ненавижу этих коррупционеров. Азамат, ну чё, ё-моё, не война себе. Как ты вообще мог подумать обо мне такое? Будем нахрен всех на место ставить. Государственные деньги. Ну ты же мне дурака. Всё. Давай ты тогда в машине жди, мы сейчас счёт закроем и выйдем. Всё понял. Ты капец Азамат. Счёт. Хлеб и вода. Пам 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 пам. Чё всё? Пойдём? Сейчас будем шоу устраивать. Какой же? Ты чё тупой что-ли? Сейчас пойдём будем орать. Это чё такое? На мне чё? Как любой чиновники в Казахстане делают. А-а-а. Тупой. Ты нихрена не понял. Давай. Всё. Куда пошел? На счет, он же. Саица Матвич, они опять спрашивают, когда новая серия выйдет. Хорошая серия, хорошая. Слава богу, продолжение уже нам ничего, оказывается, не померещилось. Все реально. Шли, здоровались. Правда, вначале диалог не совсем понял, о чем там речь была. Вот. Но то, что это реально, конечно, это круто. Классно то, что мы увидели то, как живет зам. Показали его простую жизнь. Такая квартира уютная, бытовуха у них там. Напомнило фильм «Дурак», где был тоже правильный мужчина, который увидел то, что дом кривится и так далее. Ну, то, что рушится. Я не знаю, смотрели, не смотрели. Вот. Но благодаря таким, конечно, все и держится у нас. Как-то. Вот. Шокировало меня то, что... Так, про друзей. Че про друзей? Забавная, клевая сцена, конечно. Вспомнили там то, что кем они хотели быть. И, возможно, это какой-то плюс будет для Акима, то, что у него тут одноклассник, этот КНБшник. Я не знаю, конечно, но вряд ли. Но он, видимо, увидел в этом плюс, потому что обрадовался. Вот. История с подрядчиками, конечно, продолжилась. И, к сожалению, только в следующей серии мы увидим всю движуху, сыр-бор и так далее. И че меня шокировало, это вот девушка. Ну, то есть ее появление еще. Это типа, вау. Это что это у нас? Кто это у нас? Новый персонаж. Вот. Хорошенькая. И, собственно, то, что кто с ней спит. И че? И че это вообще девушка? Это, конечно, вау. Тоже интригует. Интересно, интересно, что там будет дальше. Вот. Все. Ну, че у нас тут? Какое-то шоу нас ждет, видимо. Следующая серия. Паранойя. Вот. У него паранойя началась, походу. Если даже он подозревает, то, что типа, КНБшники на таких машинах ездят с прослушкой. Все, как конкретно. У чувака уже крыша поехала. Вот. Ну, в общем и целом, классная серия. Мне понравилась. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok.